приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларис сегодня хотим поделиться с вами классным летним рецептом это будут баклажаны и кабачки можно использовать только кабачки можно использовать только баклажаны кто больше любит но для наглядности мы делаем и с баклажаном и с кабачком баклажаны и кабачки мы нафаршируем фрикадельками под нашим фирменным соусом и запечем в духовке под сырной шапочкой получается очень вкусное и такое достаточно легкое ну вот летнее отличное летнее блюдо для ужина нам понадобится нужное количество кабачков или нужное количество баклажанов или как в данном случае можно мы используем и то и то по поводу фарша для фрикаделек фарш можно использовать совершенно любой то есть можно использовать куриный можно использовать смешанный мы взяли примерно по весу 4 части свинины 4 части говядины и две части лука сделали вот такой вот ну так сказать микс ваш далее естественно под сырной шапочкой нам понадобится сырок для начинки нам понадобится любая зелень немножко чесночка и лучок для соуса мы взяли немного томатной пасты немного домашние джики муки и яйцо все ингредиенты в точных пропорциях вы найдете в описании видео а сейчас отвлеку ларису от камеры и приступим приготовлений в первую очередь очищаем этот кабачок от плодоножки и срезаем попку разрезаем пополам в длину и ложечкой вычищаем серединку нам надо получить такую достаточно глубокую лодочку это и будет основа для нашего летнего ужина так сказать как можно больше вычищаем этой мякоти чтобы лодочка была поглубже чем глубже будет лойд лодочка тем больше в ней будет начинки вот получилась такая вот штука у нас такую же операцию проделаем со второй половинкой кабачка из баклажаном далее те части которые мы вычистили из баклажана из кабачка мелко порежем но такие кубики миллиметров 5 размером порезали все сердцевинки перекладываем их в отдельную посудинку и точно также мелко порежем ру лук будем резать тоже кубиками где-то размером по 5 миллиметров лук порезан и теперь очень очень меленько покрошим чесночок последним подготовительным этапом также мелко покрошим зелень мелко насколько это возможно друзья зелень можно использовать но совершенно самую разную вот мы используем в нашем случае кинзу но мы очень любим кинзу можно использовать петрушку можно использовать укроп ну вообще на ваше усмотрение совершенно любую по начинке подготовительные работы закончены и подготовим фарш для фрикаделек яйцо для того чтобы она лучше вмешалась фарш лучше вот так вот немножко взбить то есть его но не взбивать а просто смешать добавляем соль по вкусу ну и перец тоже добавляем по вкусу я люблю когда перца очень много поэтому лариса добавляет вот так вот от души если вы не любите сильно перченые фрикадельки ну и вообще сильно перченые то естественно добавляйте меньше или вообще не добавляйте можно добавить белый перец можно добавить душистый перец с этими блюдами можно вообще фантазировать мы вот делаем так как нам нравится с ларисой и делимся с вами этим дорогие друзья хорошенько вымесим фарш и отставим его в сторонку чтобы он напитался специями и зелень немножко пропитала его далее приготовим зажарку на разогретую сковородку наливаем немножко растительного масла в нашем случае оливкового в первую очередь обжарим лук до золотистого цвета добавляем чеснок в обжаренный лучок сейчас такой аромат будет друзья просто сногсшибательный а у нас сегодня будет прекрасный ужин и надеюсь раз вы смотрите это видео у вас тоже будет потрясающий ужин буквально 10-15 секунд даем чесноку обжариться даже не обжариться а припуститься и отправляя отправляем сковородку сердцевинки вот наших баклажанов и кабачков обжариваем течение пяти минут на не очень сильном огне через пять минут посолим по вкусу начинку поперчим выключаем нагрев ну естественно перемешиваем это выключаем нагрев либо газ либо электроплитку добавляем зелень и начинка готова друзья если бы я мог вам передать с камерой как это божественно пахнет просто невозможно уже дождаться наших кабачков с баклажанчик баклажан и каббик и кабачки мы поместили форму в которой мы их сможем запекать в духовке то есть у нас это керамическая форма можно использовать сковородку или глубокий противень что вам удобно но единственное что она должна быть по размеру не намного больше чем площадь занимаемая баклажанами потому что мы сейчас все будем заполнять соусом выкладываем приготовленную начинку так чтобы она занимала где-то 50 процентов глубины лодочек после того как заполнили все лодочки лепим из фарша фрикадельки нужного размера но делаем их не круглые а немножко приплюснутые и заполняем фрикадельками наши лодочки вот таким вот образом далее приступим приготовлению соуса в холодной воде растворяем небольшое количество муки муку полностью растворили так чтобы не оставалось комков добавляем томатную пасту и домашнюю аджику можно использовать в принципе просто томатный кетчуп по большому счету хотя конечно с аджикой получается вкусненько остренько я думаю что на хозяйстве домашняя аджика наход найдется практически в любом доме если не найдется тогда кетчуп рулит добавляем соус сольки и и разводим нужным количеством воды нам надо чтобы наши лодочки чуть-чуть вот их бортики покрылись соусом в это время включили духовку и разогрели ее до температуры 200 градусов заполняем форму лодочки поплыли отправляем наше блюдо на запекание в духовку при температуре 200 градусов на 25 минут пока кабачки и баклажаны будут запекаться натрем сыр на крупную терку через 25 минут извлекаем наше блюдо она практически готово посыпаем каждую лодочку сверху натертым сыром и отправляем лодочки еще на 10 ой извините на 7 минут в духовку для того чтобы они доготовились и сыр запекся и сделал нам красивую корочку друзья через семь минут извлекли нашу вкусноту из духовки посмотрите какая красота получилась сейчас остынет друзья и будем дегустировать ну что ж дорогие друзья наш ужин готов и я сейчас расскажу как это на вкус баклажанчик это божественно он настолько нежный отличные фрикадельки вообще все супер вы знаете но это прекрасный семейный ужин на мой взгляд попробуйте сделать такие лодочки вы не пожалеете мы готовим очень часто и кабачок совершенно совершенно два разных блюда получается очень сочные очень нежные фрикадельки сам баклажанный кабачок тоже получается за счет того что он не запекается не не выжаривается а именно вот он протушивается подливки он получается очень сочный но при этом он сохраняет как сказать свою вот такую вот что ли не твердость в общем он не разваливается в пюре он сохраняет свою структуру в общем реально очень вкусно не знаю как описать нежнейшие фрикадельки немножко вот эта корочка из сырочка добавляет такого кайфа но вообще блюдо очень классная попробуйте вы правда не пожалеете приготовьте на семейный ужин вот такие вот баклажаны и кабачки поверьте вашей семье очень понравится друзья действительно реально вкусно ну вот рецепт так сказать для вас дорогие наши с удовольствием вам представляем если есть какие-то вопросы пишите в комментариях если нет вопросов просто пишите в комментариях пообщаемся с удовольствием ну и конечно же подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх а мы с ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты всего доброго пока